Сейчас мы много слышим, что нужно снижать количество сахара в рационе, но не сладкая жизнь по вкусу не всем. И тогда на помощь приходят сахарозаменители, но они тоже не без недостатков, какие я рассказала вот в этом выпуске. Смотреть обязательно, если любите сладкие газированные напитки, но хотите в будущем сохранить свое здоровье. Так что же делать, если потряхивает от недостатка сладкого, но вы по какой-то причине решили твердо ограничить его? Я советую приходить на мини-курс цех, который длится всего 2 недели, чтобы вернуть себе полезный рацион, убрать отеки, сдвинуть вес и пополнить свое меню новыми рецептами. Ничего не могу с собой поделать, люблю вкусно худеть. Если вы тоже, ссылка на курс сразу под этим видео. Рекомендую, как замена белого сахара, все же присмотреться к натуральному подсластителю, который слаще его в 250 раз, но с доказанными лечебными свойствами. Перед вами плодоносная лиана, семейство тыквенных, монгфрут, или фрукт монаха, или архат, или лоханьгоу. К нему также относятся, собственно, сами тыквы, а также огурцы и дыни. Смотрите, из каких маленьких зеленых тыковок делают полезный заменитель сахара, который не содержит углеводов. Все подробности в этом выпуске. Всем привет! Это канал о продуктах, их составе и количестве. А самое главное, влияние на здоровье человека. Я Светлана Никичук, спортивный диетолог и фитнес-тренер. Помогла более 13 тысячам человек снизить вес, готовить вкусно и полезно, а также хоть немного полюбить физическую активность. В конце февраля я жду вас на двухдневном интенсиве о снижении веса, где подробно разберем с вами пошаговую инструкцию, как снизить вес и восстановить здоровье исключительно питанием. Ссылка на регистрацию под этим видео. Итак, монгфрут, родом из Южной Азии, Китая и Таиланда. Вся ценность в плодах, в которых содержится магразидами. Из плодов получают экстракт, который и добавляют в напитки, обеспечивая им сладость и низкокалорийность. А также экстракт используют в традиционной китайской медицине, чаще всего при кашле и боли в горле. Сами плоды вкусные и сладкие, а из кожуры готовят чай. Плоды зеленого цвета трудно хранить, поэтому их высушивают и они становятся коричневыми. Сейчас процесс экстракции магразидов промышленного производства запатентован и популярен, благодаря своей сладости и потенциальной пользе для здоровья. Смотрите, здесь виден начальный и конечный продукт, плод и коричневый порошок, чем-то напоминающий коричневый сахар. По вкусу манкфрут тоже похож на тростниковый сахар, но его нулевая калорийность определенно решает, что выбрать. Всего магразидов 5 видов. Четвертый также сладок, как и пятый. А первый и второй магразид имеют такую же интенсивность сладости, как и сахароза. Самый распространенный вид – пятый. Магразид признан безопасным в соответствии с управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами ФДА. Посластитель подходит для диабетиков и вот почему. Исследования, которые проводились сначала на мышах, показали, что магразиды обладают снижающим эффектом в отношении показателей глюкозы и липидов у животных с сахарным диабетом 2 типа. А также было отмечено, что магразиды регулируют синтез инсулина. Исследования с участием людей показали, что экстракт плодов после однократного приема вовнутрь в дозе 200 мг на килограмм массы тела в день не повлиял на уровень глюкозы в крови и не вызвал изменений в ферментах печени. АЛП, ГГТ, АЛТ, АСТ и так далее. Неплохо для посластителя, согласитесь. Но это еще не все. Противодиабетическое, противовоспалительное свойство магразидов защищает клетки поджелудочной железы, которые секретируют инсулин. Современные медицинские исследования показывают, что магразиды, а особенно пятый вид, обладают противоопухолевым эффектом. Было обнаружено подавление роста опухоли в поджелудочной железе. Другое исследование показало аналогичное влияние на рак толстой кишки и горла. Одним словом, магразиды обладают комплексной противораковой активностью. В подтверждении этого журнал FUDS опубликовал данные о их способности подавлять инвазию и миграцию клеток рака легких. Усиливать гибель атипичных клеток, препятствовать пролиферации клеток рака толстой кишки и гортани. Кроме того, они нарушают цикл роста раковых клеток поджелудочной железы и вызывают их гибель. Согласно обзору Frontiers in Pharmacology, магразиды оказывают подавляющее действие на рак печени. Если смотреть в перспективу, то Monk Fruit дополнительно оказывает противовоспалительное действие за счет регулирования уровня сахара в крови. Антиоксидантные свойства фрукта также подтверждены исследованием. Также есть обоснование предполагать, что Monk Fruit значительно влияет на снижение гистаминного ответа на аллергены. Эффект не наблюдался при введении разовой дозы мышам, но уже при повторном введении снижалась симптоматика. Так что ежедневное употребление плодов монаха может облегчить аллергию. Кстати, индивидуальная непереносимость этого фрукта встречается крайне редко, но все же перед употреблением стоит быть осторожным. Утверждают, что экстракт плодов и листьев подавляют кандидоз, стриптокок и бактерии, вызывающие заболевание десен, содержащимися флавоноидами и тритерпиноидами. Магразиды не участвуют в обмене веществ и легко растворяются в воде, поэтому подсластитель можно добавлять в напитки, выпечку, десерты, соусы и другие блюда. Он безглютеновый с низким гликемическим индексом и следовательно подходит тем, кто придерживается безглютеновой кетогенной диеты или диеты при сахарном диабете. Монгфрут не содержит углеводов, что делает его идеальным для тех, кто придерживается питания с низким содержанием углеводов и в целом следит за весом. Подсластитель добавляют в минимальных количествах, потому что он очень сладок. Дилемма многих людей сейчас, как оставить сладкое в своем меню и при этом не быть от него зависимым. Как печать со сладостями, не увеличивая суточную калорийность, от которой вес постепенно увеличивается? Что делать, если и сладкое люблю, и близкие родственники болели сахарным диабетом? У вас два варианта. Первый убрать сладкое из рациона, оставив лишь 5% суточного рациона на быстрые углеводы. Если вам дается это легко, тогда действуйте. Второй вариант тоже убрать белый сахар, но искать замену, которая будет вам приемлема. А в случае с Монгфрут еще и полезно. Только личная заинтересованность каждого из нас работает лучше докторов, которые обратят внимание только тогда, когда человек уже болен. Только в наших руках наше здоровье и продукты, которые влияют на него. Подумайте о том, чем питается ваша семья и как вы можете изменить рацион каждого члена семьи, тем самым влияя на их будущее. Вы сейчас видите результаты моих выпускниц, но их достижения за гранью этих снимков. Они научились тратить минимум времени на приготовление блюд не только для себя, но и для всей семьи. Они умеют снижать вес, они просто знают, как это делать, потому что знания у них были и до моей программы, но этого было недостаточно для достижения результата. Не ждите симптомов. Это уже болезнь и значит, что вы уже перешли черту здоровья. Предотвратите заболевание сейчас. Например, снижением количества сахара в напитках и блюдах. Это просто. И тем более, теперь вы знаете уже и про Монгфрут. Ищите этот продукт на маркетплейсах и будьте здоровы. Ставьте лайк, если было полезным. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое интересное видео. На этом у меня все. И надеюсь, вы зарегистрировались на интенсив. Он бесплатный, кстати. Повтора не будет, поэтому надо обязательно быть вживую. Все подробности по ссылке ниже под видео. Ну, с вами была Светлана Никичук. Пока-пока.